По направлению наружного внутрь обратил внимание, раньше не обращал на видеозаписи, что он мне сейчас показал, что когда наружный внутрь белки, еще вместо быть такой... Строймальный? Да, 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 раньше не обращал внимания, оно используется тоже, да? Вот смотрите, на начальном базовом уровне в любых столбах, допустим, Чинбао, Джоан, да, вы по классике делаете строго в этом направлении наружу внутрь. Это у нас базовое соединение усилий. На втором этапе, работая в столбах, ну вот те, кто уже отестал знает, мы потом учимся в любом направлении проявлять вот это усилие. Допустим, ну давай, Сергей, я на себе покажу, выходи. Становись в Фу Бао, Джоан, а вот лицом сюда, да? И это можно в парах, кстати, с партнером поделать, если нет партнера, можно представлять Фу Бао. Это Фу Бао, Фу Бао, о, о, да, да. Если нет партнера, то мы используем, опять же, возможности нашего ума. Итак, представляете, допустим, вот то, что как раз ты видел, диагональное усилие, вот с этой стороны я легонечко тяну в этом направлении, а Сергей должен среагировать противоположный направлении. Вот, да. Он должен это сделать не одностороннее, а вот такой вектор, допустим, собирая усилия со всех направлений. Наоборот, отсюда, там, ну, вот, встречную силу попробовал. Отсюда. Отсюда. А вот такой вектор. И так вы можете представить любую точку, и вы должны среагировать. Поэтому то, что вы увидели, это как раз реакция вот уже более такая сложная. Спасибо. Это, если есть партнер, можно прямо попросить, какие воздействия сделать. И тогда вы можете здесь, ну, допустим, в этом случае, здесь. Но, желательно, можно на первом этапе заметно сделать, а потом упаковать все это внутрь. И, тюх, здесь. Наденька снова что-то. Могу ли я не просто ногой дернуть, а единое усилие показать. Здесь, здесь. И таким образом мы переходим к возможности направления вот этого вектора усилия в любом направлении, как сфера. Сюда, 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 сюда. Это и есть одно из проявлений хуня ли, округлой вот этой силы. То есть в итоге у нас такая сфера получается. Некоторые видят, я какое-то время тоже видел, сейчас сильно не акцентирую, но одна из учениц, Елена со мной, каратистка, приезжала. Она говорит, когда я что-то делаю, она видит там какие-то ката санчин, которые, некоторые, энергетические, там свое свечение, своя структура. То есть вот этот шар можно увидеть. И, скажем так, если это как-то проявляется, кто-то видит, в итоге, практикуя стул, мы, можно даже так сказать, делаем эту сферу правильной, неразорванной. Ну, как некоторые называют, энергическое поле, я не буду утверждать, есть оно или нет, но я видел там еще какие-то. Но когда мы хорошо, в хорошем состоянии наполнены, ресурсном состоянии, это поле хорошее, широкое, мы наполняем всю поляну, и оно неразорванное. Нернул с такого угла, тоже можно посмотреть. Вот такой ответ длинный получился, думаю, полезный. Еще вопросы есть? Отлично. Был один у меня мыслеобраз сегодня, с дядей появился, что я вам это на занятие. Он говорил, что он попал в ютубе, кто-то говорил мыслеобраз по поводу куата, то, что стоим как-то на краешек стола, то, что кто-то как будто оббирается, как кенгуру на хвост. Да, да, если бы я проводил весеннюю школу в Австралии, я бы оперировал кенгуру, очень хорошее, на хвост, и они меня больше поняли. Так как я нахожусь в Питере, вот, то в Питере, когда заходишь в какой-нибудь, у вас же есть рюмошные, да, рюмошные туда, и наши края, стулья вся занята, раз на краешек стола присел, выпил, естественно, чашку чая, и пошел дальше. А у нас, между прочим, сейчас сделали новый вагон и метро, где есть вот такие места, попой к краешкам присоединился, то есть они полустоячие. Там нет сидений, там вот уголом так сделана стенка, что можно на краешек, как ты. Отлично. И вот так там, например, чтобы не привлекать внимание санитаров, ты в столбе едешь. Отлично. Смотрите, какое-то время мы прямо так осознанно головой работаем в этом направлении, но если вы серьезно работаете, постепенно накапливается усталость, напряжение. И вот здесь очень важно, я иногда сам умышленно, когда при друге делаю, где-то пошутил, где-то отвлекся. И вот вы пока отвлеклись, а внутри вас, ну, по опыту знаю, вот эти микродвижения, они сами по себе уже начинают работать, продолжают. Потом мы отдохнули, снова начинаем особенно работу такое, потом снова. Вот это чередование тоже важно. Если вы постоянно будете вот только стараться усиленно работать, это будет перенапряжение. Поэтому иногда остановиться, иногда глоточек чая сделать, на чего-то. И время, я тоже какие-то игры буду делать, вам что-то рассказывать, отвечают на вопросы. Но вы сами, когда будете практиковать, имейте это в виду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова